вот смотрите еще ничего не взошло тут у меня свекла посажена а маячки уже взошли редисочка я вам рассказывала что когда сажаю такие культуры которые долго не сходят сажая в эти бороздки еще бросаю редиску и вот я уже плоскорезом прошлась где трава как а подергала ее но она конечно очень быстро растет и везде делаю так мне очень нравится тут вот точно такая же история также маячки взошли я уже порыхлила плоскорезом прошлась лишнюю травку вывергала или дисочка красуется показывает где у нас бороздки здесь зашел у меня уже листовой салат вот он и опять же это же редиска тут я тоже плоскорезом прошлась порыхлила между рядья траву лишнюю вывергала даже редиска желтеет что говорить об огурцах и помидоры ужас как холодно смотрите вот нынче как желтеет у меня чеснок я с этим сталкиваюсь первый раз за всю свою садово-огородную деятельности так скажем так вот не желтела я не знаю одинаковое дело мне кажется это от холода косить пора одуванчики цветут вы все на днях вы коси смотрите как на улице выглядит бархать отец у меня высажен тут какой-то высокорослый прямостоячий называется они не отклоненные высокие растуты вот смотрите это вот я бутылочку эту сняла он под бутылкой тут у меня капуста растет все закрыто под бутылками я так для красоты вот тут один высадил так видно что подмерзли вот смотрите вот эти вот они подмерзли все равно холодный то воздух попадает надо было может быть не крышечку накрутить сюда но опять думаю там мало ли когда солнце будет сильно нагреваться напускать житью так живут так скажем так вот даже закрытые это видите подмерзла но такие то они отойдут это я не боюсь вот видите подмерзли все очень холодно ну все мы уже подходим к финишу этих морозов виноград вчера проверила почки живые уже начинает расти почки укрытие основного брала чтоб не сопрел остались только эти лапник осталось убрать ну и попозднее дня через три уберу может смотрите это многолетний лук выходит уже зелененькие из-под снега и наращивать зеленую массу листочки вот тут уже щипала щипала много-много на салаты вчера щипала салат делала на окрошку домой возила уже эти перышек и он все растет растет молодец и вот ранняя зелень и на окрошку и на салат сейчас такой лук употребляем его щиплешь а он продолжает растет нас радует смотрите как много барвинка под яблоней он разросся они как почвопокровные растения сорнякам не дает сквозь себя пробиться выглядит красиво как своеобразная живая мульча можно так его воспринимать мульчировать приствольный круг можно и не мульчировать смотрите вот красиво потом отцветет будет просто зелененькие листочки тут груша кафедральная пытается цвести не знаю как у нее это получится заботят ее листочки но там есть груша просто мария и лада у них у всех какие-то такие листочки крученые может все обойдется вот смотрите на кафедральной так много цветов вот она вот на бутонов много для молодого растения а сейчас пройдем посмотрим лада они в один год посажены у нас покажу ладу вот это молодой деревце это груша сорт лада смотрите тоже вот листочки какие-то не знаю какие-то не очень и посажены с кафедральной одновременно в один год в одних и тех же условиях они рядышком вот там кафедральная растет видно и вот уход одинаковые но это деревце немножко послабее и вот по-прежнему начался новый сезон а бутонов как не было так нет смотрите ни одного бутончика специально внимательно посмотрела надеялась что нынче возможно первыми плодами она нас порадует но нет кафедрально в прошлом году по 18 плодов мы вкусные груши сочно сладкие собрали видите от сорта еще много зависит вот это у нас слива сорт мара еще в скобках пишут алыча ну я не знаю тут видимо что то такое вот и вот смотрите это я вам показываю бутончики такие вот как бы будущий урожай если ничего не помешает вот смотрите она нам не давала еще плодов это слива сорт мара ни разу на картинке была нарисована сливы желтые такие желтый цвет у них посмотрим как нынче выкормит она какие-то нам плодики даст филе нет посмотри кружевник тоже цветочки тут у него появились какой будет урожай неизвестно друзья вот это я вам показываю сливом русская роза я там предыдущих видео русская ранее называла спутала поправляясь русская роза называется вот цветочки тоже вот видно бутончики сейчас приближу вот если все хорошо сложится вот из этих бутончиков за цветут цветочки цветочках появятся плоды в прошлом сезоне мы тоже съели штучек 16 17 первый год она нам дала плоды это слива но она как чернослив очень сладкая плоды темно-синие такие крупные как вот чернослив бывают от косточки мякоть легко отделяться вкусовые качества отличные по мне так бывает наверное и лучше но мы видите живем так делах не избалованы меня она порадовала очень вкусная слива то вот мара у нее желтые плоды а у этой ну там еще не было плодов на картинке я говорю а у этой были на картинке темно такие синие и такие и она и нам выдала в прошлом году с таким налетом белым такой как налет у них на плодах такой интерес видали ведь сливы все так на многих так